Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан встретились с нефтяниками по вопросу строительства АЭС. Народные избранники посетили производственные предприятия региона и обменялись мнениями с сотрудниками по обеспечению электроэнергии. Съемочная группа нашего канала также выслушала мнение специалистов нефтегазовой отрасли. Сенаторы сначала посетили месторождение Халамкас. На совещании в производственном цехе были затронуты вопросы строительства атомной электростанции в стране и о преимуществе подготовки специалистов. Депутат Бекбалур Масара в своем выступлении отметил, что безопасность АЭС является основным предметом внимания. В строя завтрашний день многие задаются вопросом о безопасности. Вообще электроэнергетика одна из самых актуальных проблем в нашей стране наравне с водой. Есть поставленная задача президента. Нам необходимо привлечь в экономику страны 150 миллиардов иностранных инвестиций. В первую очередь инвесторы интересуются электричеством, водой, газом и другими ресурсами. Что касается атомной электростанции, то она обеспечивает нас стабильной энергией. Нефтяники, встретившиеся с народными избранниками, высказали разные мнения по поводу АЭС. Один из них утверждал, что сроки строительства слишком длительные, а другой заявил, что это необходимо для будущего страны. В общем, я считаю, что это необходимо для будущих поколений. В ходе разъяснительных работ был отмечен срок строительства в 15 лет. Ведь в будущем нужна АЭС, чтобы не зависеть от газа и нефти. 6 октября на референдуме по строительству АЭС я проголосую как физическое лицо. Группа представителей местной администрации и сенаторов также провела встречу на месторождении Карджамбас. Рабочие задали депутатам свои опросы и получили развернутые ответы. На совещании специалисты по добыче черного золота высказали свои мысли по вопросу строительства ядерного реактора. Я думаю, что АЭС внесет свой вклад в социально-экономическое развитие нашей страны. Но в первую очередь я считаю, что он должен быть построен по технологиям безопасности. По мнению сенаторов, энергодефицит нашей республики увеличивается с каждым годом. Например, в 2022-2023 годах в стране потреблялось 115 миллиардов киловатт энергии и производилось 112 миллиардов энергии в час. А 3 миллиарда киловатт мы покупали у соседней России. Однако АЭС не покроет энергодефицит на 100%, говорит депутация Инда Колдашев. По оценкам экспертов, они собираются построить АЭС мощностью 2400-2800 мегаватт, в том числе возобновляемый источник энергии, задача, поставленная главой государства. Сегодня только 6% энергии обеспечивается ветром и солнцем. Это не значит, что благодаря АЭС мы сможем закрыть потребности. Кроме того, продолжим развивать и другие направления. Визит депутатов в регион продлится несколько дней. Рабочая группа посетит Магисталские и Тубкарганские районы. Подробно разъяснит вопрос АЭС работникам и жену Зина. Ажан Сабит Козы Медиат Ментабайдидар.